Начинает взаимодействовать с самим экраном, переворачивая... Майни, у нас с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Содерлинг, называется 10 мультиков, пробивших четвертую стену. Давайте же посмотрим, будет интересно, погнали. Всем привет, с вами Содерлинг, и сегодня я расскажу о 10 мультиках, в которых герои сумели напрочь пробить четвертую стену. То есть могут спокойно отчаться со зрителями и управлять окружающей реальностью при помощи мета-приемов, или даже выйти за пределы собственного мульта, как, к примеру, герои нового Микки Мауса. В короткометражке «Конь огонь», сделанной по стилю оригинальных мультиков 1920-х годов, Питт, в очередной раз досаждая Микки Маусу и размахивая им, случайно ударяет его о четвертую стену. Заметив новую возможность для издювок, кот продолжает лупасить мышонкой об экран, до тех пор, пока не прорывает его, после чего Микки внезапно оказывается за пределами собственного мультфильма. Проход обратно закрыт, и ради спасения мини, мышонку приходится проявить фантазию. Он раскрывает штору, увеличив расширение мульта до широкого формата, а затем... О, нет, ну это на самом деле прикольно, слушайте, классный мультик. Причем начинает взаимодействовать с самим экраном, переворачивая его, протыкая, чтобы вытянуть воду и используя всевозможные мультяшные приемы. И путешествуя то за пределы экрана, то обратно в мультфильм, герой поменяя стилистику с 2D на 3D, пока напрочь не разрывая четвертую стену, окончательно перейдя в CGI. Все больше анимационных студий переходит на 3D мультфильмы. Губка Боб перешел в 3D соник и дастся королев. Да и большая часть игр, рекламных роликов и эффектов в кино создают именно 3D художники. Крайне востребованное нынче... Автор покушает, я уже понял. Автор покушает. Это одобряемо. Вот автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой, но в майни-шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Роб из Удивительного Мира Гамбала также пытался выбраться за пределы собственного мультсериала. Боясь его закрытия, в одном эпизоде он пытался предупредить Гамбала об опасности. В другом старался создать спин-офф. А однажды даже управлял окружающей реальностью при помощи обычного телевизионного пульта. Меняя формат, отключая звук, останавливая время, ускоряя и отматывая его. Будто просто пролистывая серию на телеке. Удивительный Мир Гамбала не... Удивительный Мир Гамбала шикарный мультфильм. Ну, сколько раз я это говорил, столько раз еще скажу. Но, блин, ребята, посмотрите. Киныш, ты напрочь прорывал четвертую стену. В чем дело? Ты-то чего? Састя, однажды разговарившись ночью, осознала, что она лишь подбородок актрисы на съемочной площадке. Сара, с помощью случайно угодившего сюда блокнота сценаристов, способна была прописывать сюжет эпизода, полностью искажая их реальность. А все нарисованное Банана Барбара обязательно сбывалось в будущих эпизодах, словно она аниматор этого сериала. И даже Гамбал и Дарвин в один момент узнали таки, что является частью телешоу, угодив в глюки, оказавшись на другом канале. Но эпизодичность мультфильма стерла им эти воспоминания. И лишь только Роб всецело понимал, что же здесь происходит. В финальном эпизоде он превращает все герои в людей, дабы помочь им выбраться в реальный мир до закрытия сериала. Однако же Гамбал, видя в его действиях злой умусил, заставит всех вновь вести себя глупо и нелепо, вернув им привычный мультяшный облик. И когда сериал таки завершился, все в их мире попросту застыли, не в силах пошевелиться. И теперь лишь грядущий... По факту Роб спаситель был. Он был спасителем, а они вот... Не дополят и гений! ...сумеет их спасти. Герои Короля Шакиро также, сами того не осознавая, обладая способностью манипулировать окружающей реальностью при помощи мета-приемов. Это мультсериал с турецкого карту Нетворка, который у нас идет на солнце по будням 18.00. Оказалось, в самой обычной семье, где папа любит покушать, сын обожает видеоигры, а мак... Какие они... Немножко... Корявые. Хотел по-другому сказать слово, ну ладно. Ну, они корявые. ...кома вечно за ними убирается. Только вот здесь обычные занятия приводят к... То чувство, когда большинство интернет-проектов по качеству, конечно, уже очень сильно перегоняют подобные телевизионные проекты. Ядным последствием. Во время уборки в комнате можно обнаружить проход на другую планету. А переедание фастфуда приведет к тому, что уже фастфуд захочет вас съесть. И периодически героям помогает в приключениях как раз прорыв четвертой стены. Когда нужно переместиться в далекую локацию, достаточно на карте прочертить маршрут, вместо того, чтобы долго ехать. В фильмах показывают, как герой красной линии обозначает на карте путь, который ведет к конечному пункту, и сразу туда попадает. Фильм и выдумка. В жизни такое невозможно. А? Продолжай, Танжу. Что ты там говорил? Когда кадр ради эпика заставил их замереть в конце серии, они это замечают. Мы что, застряли? Шакир, позвони маме, пусть вызовет пожарных. Мы тут крепко застряли. А необратимые последствия проходят уже к следующей серии. Они даже не пытались помочь состарившемуся Нижати, осознавая свою эпизодичность. Не переживай, Нижати, к утру все пройдет. А в одной серии они спокойно смотрят эпизод Гамбала. А ведь король Шакиры сам реально напоминает Гамбала. Как считаете? Линк Эн Лаут из шумного... Нет, не напоминает. Водома на протяжении множества эпизодов напрямую рассказывал зрителям о происходящем в его семье и своих планах. Это сразу видно, когда мультфильм нарисован прям душевно. Вот знаете, сразу качество. Слушайте, что он говорит, дети. Из серии в серию наждал монолог мальчика, смотрящего прямо на нас. При том, что окружающие даже не задаются вопросами, с кем же он разговаривает. А иногда даже брали на себя роль рассказчика, когда Линк... Понимаете, мультфильмы могут быть простыми, очень просто нарисованы. Но у них должен быть стиль, стилистика. Стайл. И вот тут есть. Заболел или угодил в виду. А в 13 серии второго сезона, при представлении семьи Касагранде, Линкольн научил тому же приему и главную героиню спин-оффа, Ронни Энн. Линкольн прав. Говорить с вами помогает. По сути, нам дали понять, что общение со зрителем было для Линкольна чем-то вроде терапии. Он просто делился своими переживаниями и потихоньку учился справляться с проблемами, присущими многодетным семьям. Потому после первого сезона он уже стал гораздо меньше прорывать четвертую стену, ведь необходимость в этом для него отпала. Конечно же, нельзя не упомянуть и даже путешественников, как пример детских мультфериалов, которые напрямую общаются со своими маленькими зрителями, обучая их логике и базовым навыкам. Говорите, жулик, не воруй. К тому же, в отличие от Линкольна, Даша не просто ведет монолог, а взаимодействует со зрителями, делая паузы в ожидании ответа на вопросы и частенько просит помочь ей с выбором в трудной ситуации. И хоть ваше настойчивое молчание и неправильные решения никак не повлияют на финальный результат, Даша больше кого бы то ни было взаимодействует со зрителями и являясь мультяшным персонажем, помогает реальным детям учить новые для них слова. При этом не вредя друзьям, чего не скажешь Азулиусе из мира кентавров. Каждый персонаж в этом волшебном мире необычайных существ обладает собственным набором странных уникальных навыков. И этот зебра Чеус способен остановить время и поговорить со зрителями, тем самым образом прорывая четвертую стену. Однако же окружающие в этот момент чувствуют невероятную жгучую боль, не понимая, что же с ними происходит. Азулиус это просто игнорирует. Более того, во второй серии второго сезона все становится еще самосброднее, когда главных героев внезапно подхватывают в небо таинственные летающие существа. Птицы Тавры, которые на протяжении всего этого времени через дырку в поверхности своего материка внимательно следили за путешествием главных героев, словно за сериалом. Рисовали фан-арты, шили и делали мерч. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, вы настоящие фанаты. Стало шоком даже для Золиуса, ведь он общался с нами, а не с ними. Птицы Тавры устроили целый фестиваль в честь главных героев, по автограф-сессию и попросили переиграть последний эпизод первого сезона, который Птицы Тавры не могли посмотреть из-за того, что Кентавры оказались в пустоте, куда не заглянуть даже с жителем небес. К конце концов, Золиус умил убедить Птицы Тавров помочь им одолеть главного злодея, по сути, дав своим же зрителям камео в сериале, за которым они всё это время наблюдали. По сути, данный мульт напрочь порвал в большевую четвёртую стену, попутно ещё и взаимодействуя с реальной. Подобная же ситуация произошла и во втором эпизоде... О, мутинная история, блин, прекрасный мультфильм. Вот мне нравится новая мутинная история, хороший. И старые крутые, и новые очень крутые. Третьего сезона новых утиных историй. Прописанные умные герои, путешествующие по миру в поисках приключений, внезапно стали клишированными персонажами ситкома, с наигранными эмоциями, глупыми поступками и шутками каждые пять секунд, которые сопровождаются закадровым смехом... Когда Гуфи появился такой, думаю, Гуфи. ...в Ленин, и лишь Билли замечает, что вокруг творится нечто неладное. И почему я всё время слышу смех? Он видит рекламные баннеры, выползающие по версии, ощущает на себе эффект флэшбэка и слышит закадровую музыку. Куда эта музыка? Почему гаснет свет? Что присудит? И спустя время замечает, что в их комнате не хватает четвёртой стены. Вы наводили в комнате порядок, а вы заметили, что у неё три стены? Прямо перед ними всё это время сидела съёмочная труппа и целый зал зрителей. Вокруг лишь декорации, а за дверью кирпичи. В поисках спасения утиное семейство сбегает за пределы собственного шоу и встречает смотревших на них всё это время людей. Стой ты за сверебник! Какие-то кожаные монстры! В конце концов, выясняется, что это дело рук Джина, который исполнил желание Дональда об обычной нормальной семье. И именно он закинул главных героев в ситком. И хоть утята выбрались лишь за пределы фальшивой четвёртой стены, Джин всё же прекрасно понимает, что они все лишь часть настоящего мультсериала. Лучшая серия из всех! Ужасы реального мира испытала на себе и Кэндис из Ближе некуда. В седьмой серии третьего сезона, во время Хэллоуина, девочка после страшных рассказов уснула о скуке. И затем проснулась в доме совершенно одна. Вокруг неродителей... Я люблю заспать от скуки, когда рассказывают страшные истории. ...и нет друзей, лишь мрачная угнетающая атмосфера. Пытаясь найти родных, Кэндис случайно выходит за пределы фана, на котором находилась, и оказывается в студии Cartoon Network, где видит множество изображений с ней и её родителями. Постеры, раскадровки, концепт-арты. В одной из комнат сценаристы обсуждают идеи для страшных историй, которые её родители совсем недавно ей рассказывали. В другом кабинете аниматор рисует недавнюю сцену, а монтажёр прям в данный момент нарезает отрывок, в котором Кэндис его видит. В поисках родителей она слышит голос матери, но это была лишь актриса её озвучки. Джош, ты что, засунул голову в тыкву? И тут она встречает собственного отца, который её даже не узнаёт. Ведь на самом деле это Джей Джи Квинтелл, создатель «Ближе некуда» и обычного мультика, который добавил сам же себя в оба сериала и... Вот это он любит себя. Именно поэтому выглядел в точности как Джордж. Вскоре девочка начинает узнавать окружающие, и в давке фанатов она просыпается в родной кровати рядом с мамой, которая через пару мгновений произнесёт ту самую озвучиваемую реплику. Джош, ты что, засунул голову в тыкву? Что подразумевает, что она реально побывала по ту сторону четвёртой стены. Рик Санчез в самом первой серии даёт понять, что он осознаёт, что является частью мультсериала. Давай, пошли и вышли. Приключение на 20 минут. Он прощается со зрителями, высказывает в камеру свои комментарии и чётко понимает структуру эпизодов своего шоу, благодаря чему может самостоятельно двигать сюжет к завершению по удобному для него пути. Он чётко делит свою жизнь на сезонные и запросто может пролететь сквозь собственную заставку. В гараже у Рика можно обнаружить метаприборы, вроде машины неожиданной развязки, позволяющей чудом спастись из любой ситуации, или телескоп признаменования, благодаря которому можно узнать детали будущих эпизодов, а также телевизионный пульт как в Гамбле, который открывает разрыв в четвёртой стене, ведущий в метамир. Мир, промежуточное пространство между мультяшной вселенной и реальной. А в одном из промо Рику с Морти у Дойс даже выбраться таки в реальный мир. Мистер же посранчик смотрит Рика и Морти по телеку и сообщает нам примерную дату грядущего сезона. Повелитель истории спокойно мог увеличить шкалу нарратива эпизода, продвинув сюжет и маркетабельность сериала, создав серию, которая заинтересовала бы массового зрителя. Сама отсылочная шестёрка в свою пользу выдумывала флэшбеки, нарочито создавала ляпы и творила внезапные сюжетные твисты. А Ред Каан при помощи силы Риткона мог запросто менять канун, вплоть до удаления всей своей реальности. И лишь дядя Кета обладает сравнимой с ним мощью. Безумный бог, который способен на всё, от перемещений во времени до искажения окружающей реальности. Он спокойно может уничтожить окружающий мир или самоуничтожиться, воскреснув в следующей же серии. Поменять стилистику собственного мультсериала и спокойно путешествовать по вселенным других мультов, напрочь нарушая все физические законы. Дядя-деда способен сопротивляться переходу между сценами, вернуть эпизод на этап раскадровок и по собственному желанию даже вылезти за пределы собственного мультсериала, чтобы дать пощёчину монтажёру этого эпизода. Посыпайся! Работать надо! А в один момент он даже встретился с собственным создателем и задал ему вопрос о причинах своего существования, осознав, что в один момент его просто нарисовали от скуки. Трудно представить себе прорыв четвёртой стены мощнее этого, разве что мультяшку, которая начнёт жить в реальном мире. Что ж, это... Воин Питер Игречен, это сильно. Все мультики, прорвавшие четвёртую стену. О, это хорошо. Ребята, ссылочка на региональном описании. Приходите, подписывайтесь на канал Содеринга обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки. Всем пока.